ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помните, как когда-то либералы были против насилия? Серьезно. Дайте миру шанс. Сложно поверить, но они были такими, может, просто притворялись. Но в конце концов, сейчас они за насилие. Насилие стало их верой, неважно, у нас или за границей. Вы видите все прямо перед собой, неважно, в Восточной Европе или где-то еще. Вместо того, чтобы попытаться спасти гражданских Восточной Европы, Джо Байден настаивает на горячей войне против России. Вернее, он уже участвует в этой войне против России, как и мы. Знали мы об этом или нет? Нью-Йорк Таймс только что вышла под заголовком «Американская разведка помогает Украине убивать российских генералов». А, ничего особенного. Газета пишет, что по словам высокопоставленных американских чиновников, Штаты предоставили разведданные о российских подразделениях, которые позволили украинцам убить многих российских генералов. Они хвастаются этим. Но не только этим. NBC News сообщает, что чиновники Байдена также хвалятся тем, что помогли сбить российский самолет, перевозивший военнослужащих. А вот сегодня вечером... Похоже, не правда ли? Сегодня вечером. Администрация вслух заявила, что это они помогли потопить российский военный корабль. Так почему они это делают? И что еще удивительнее, почему они публично признаются в этом? Зачем людям говорить все это, если только они сами не хотят войны с Россией? Не фальшивую, не прокси, а настоящую войну. С тысячами американских солдат, потраченными триллионами и множеством погибших. Войну против стран, обладающих ядерным оружием, трудно себе представить. Такого никогда не было. Нет причин для такой войны. Нет смысла в такой войне. И никто бы не говорил о ней, если бы не Джо Байден. Байден хочет конфликта, он делает это специально, и мы не придумываем. Он говорит всем, что он делает, мы просто игнорируем его. Многие демократы прямо говорят о том, что они делают. Вот союзник Байдена, конгрессмен Сет Молтон, говорит об этом вслух. В понедельник. Смотрите. Если они завершат слушание в Сенате по поводу украинского финансирования и ковидного финансирования, вы согласитесь с этим, конгрессмен Молтон? Я поддержу это, потому что это правильно для Украины. Очевидно, что здесь много политики, у нас будут дебаты по этому поводу, но в конце концов мы должны понять, что мы находимся в состоянии войны. Мы воюем не только для того, чтобы поддержать украинцев. По сути, мы находимся в состоянии войны, хотя и несколько опосредованно и с Россией, и важно, чтобы мы победили. Серьезно? Мы в состоянии войны. Вы знали об этом? Вам вообще сообщали об этом? Потому что... Войны имеют тенденцию к эскалации, а войны смертельные для одной из сторон, в которых лидер страны чувствует, что может умереть, если проиграет, имеют тенденцию к очень быстрой эскалации. Очевидно. Сет Молтон не беспокоится. Важно, как он сказал, чтобы мы победили. Мы? Правда? Кто эти мы? И для кого именно это важно? Есть ли кто-нибудь за пределами Вашингтона, кто хочет настоящей войны с Россией, обладающей ядерным оружием? О ком именно говорит Сет Молтон, когда говорит «мы»? Мы не понимали, но потом посмотрели на Байдена. Вчера он отправился в Алабаму и посетил единственный избирательный округ в Америке, который жаждет войны с Россией. Это его спонсоры. Он осмотрел завод Локхит Мартин, и во время экскурсии Байден похвастался, что мы отправляем на Украину столько оружия, что матери в США называют своих детей в честь ракетных систем Локхит Мартин. Смотрите. Мы создавали оружие, чтобы помочь защитить свободу и суверенитет в Европе много лет назад. Это верно и сегодня. Эти ракеты «Джавелин», как и те, что производятся здесь, в округе Пайк, очень портативны. Они чрезвычайно эффективны против широкого спектра бронированных целей. Они могут поражать цели на расстоянии до 400 метров. Собственно, они настолько важны, что есть даже история об украинских родителях, которые назвали своих детей, без шуток, Джавелин или Джавелина. Серьезно? Это шутка. Просто шутка оружия. Знаете, раньше, когда американские президенты говорили об убийстве людей, первое, что они делали, это убеждались, что это абсолютно оправдано. На нас напали. Пёрл-Харбор, 9-11. Это полностью добровольное мероприятие. И второе, что они сделали, это придали некоторую серьезность идее смерти людей, потому что когда люди умирают, это печально. Ведь они оставляют после себя одиноких супругов, родителей, детей. Смерть — это печально, признайте это. Нельзя шутить об этом, но Джо Байден читает, что эта история поднимает настроение. Джо Байден сумасшедший. Он опасен, как и люди, которые на него работают. Это правда. Нашей стране нужно здравомыслящее руководство, и оно нужно немедленно. Молитесь, чтобы промежуточные выборы были честными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин